Умная техника, гениальное изобретение, нетривиальные решения и много высоких технологий. В эфире телеканала Хабар 24, проект Хайтек, в студии Андрей Виноградов. В течение следующих нескольких минут мы расскажем, как будет меняться наш мир благодаря технологиям. Сегодня выращиваем и тушим. Обнаружился еще один производитель смарт-очков. Чем они будут отличаться от остальных? Ответ — принципам, по которому изображение с них будет восприниматься глазами пользователя. Описание разработки, что компания предоставила журналистам, изобилует множеством сложных технических деталей. Если в одной фразе, то эти смарт-очки проецируют изображение сразу на сетчатку глаза. При этом использовать очки от Bosch достаточно просто, они практически ничем не отличаются от обычных очков, практичны в использовании и даже более экономичны. Технология Bosch не использует линзы очков в качестве экранов. Специальная микроскопическая электромеханическая зеркальная матрица с контроллером направляет маломощные лучи лазера красный, зеленый и синий в глаз пользователя сквозь прозрачный голографический элемент. Важные условия очки должны быть точно подогнаны под индивидуальные особенности лица человека. Очки предназначены для работы с одним глазом, что позволяет человеку свободно ориентироваться и отслеживать происходящее вокруг. Фокальное расстояние установлено на 1,3 метра, что позволяет общаться с окружающими людьми. Однако его можно перенастраивать для просмотра фильмов или для управления транспортом. Угол обзора очков всего 15 градусов и положение глаз не отслеживается, поэтому при повороте зрачка виртуальное изображение пропадает. Масса этих умных очков всего 10 граммов. Встроенная батарея емкостью 350 мАч обеспечит им автономную работу на протяжении 14 часов. Работа пожарного станет безопаснее. Испанский стартап Прометео представил технологию контроля уровня опасности, которой подвергаются сотрудники пожарных расчетов. Разработку на днях протестировали в ходе тушения контролируемого пожара. Лес недалеко от города Оливеллы, что в Каталонии горел под управлением настоящих экспертов по борьбе с огнем. И во время этого пожара проверяли разного рода датчики и работу искусственного интеллекта. Это составляющая системы, которая может помогать пожарным всегда находиться в безопасности. Ну и снизить уровень опасности, которой они подвергаются. Прометео — это группа из пяти сотрудников пожарных частей Барселоны и разработчики программного обеспечения и специалисты по данным. Они создали небольшое устройство размером со смартфон, которое крепится на одежду и считывает ряд параметров. Десять пожарных вызвались протестировать новинку. Устройство от компании Прометелла следит за температурой, концентрацией дыма и влажностью вокруг. И оно способно отправлять оповещения с цветовой кодировкой через обычную платформу в командные центры. Эту информацию можно использовать для отзыва пожарных, если ситуация становится слишком опасной, а также для отслеживания их передвижений в условиях сильной задымленности. Стартап выиграл приз «Код 2019» и получит грант в 30 миллионов долларов для дальнейших разработок. В конкурсе участвовали проекты из 165 стран. Разработку испанцев так высоко оценили, потому что Прометео имел конкретную цель и конкретного пользователя, которому технология может оказать по-настоящему неоценимую помощь. Поливать домашние цветы или рассаду в огороде теперь можно при помощи смартфона. Карагандинские разработчики решили облегчить работу земледельца. Они создали прототип теплицы, которая сама вырабатывает энергию для ночного освещения растений, умеет их поливать и следит за влажностью почвы. С десяток разных датчиков и лампочек Bluetooth-модуль, вентилятор и насос. Сергей Корощенко объединил все это в единую систему для автоматизации процесса полива домашних растений или целого города. Молодой изобретатель считает, что это было довольно просто. Также Сергей написал программное обеспечение, которое позволяет управлять теплицей со смартфона. Относительно датчика влажности, эта система будет определять уровень микроклимата теплицы, уровень увлажненности почвы. Это будет все орошаться автоматически. Две солнечные панели за день позволяют накопить энергии для освещения теплицы в ночное время или в пасмурные дни. Для накопления энергии используются аккумуляторы. Под грядками установили датчик температуры. Подобный сенсор следит за состоянием воздуха и влажностью в самой теплице. Все параметры анализирует программа в мобильном телефоне. По таймеру она включает освещение, вентилятор для проветривания или полив. Есть и ручной режим управления. На сборку прототипа умной теплицы ушел месяц. Для этого пришлось изучить особенности роста и развития растений и подобрать детали и оборудование с нужными характеристиками.